Здравствуйте, меня зовут Наталья Апарова. В прямом эфире итоги на телеканале Репортер. Представители ведущих вуза в Одессе совместно с Киевским институтом реформы развития провели социологическое исследование электоральных настроений в Одессе. Представители академического сообщества сподвигло на такой шаг огромное количество фейковых опросов, которые массово тиражируются в нашем городе. Результаты свидетельствуют о том, что на первое место в предвыборной гонке за кресло одесского городского головы вышел лидер украинской морской партии Сергей Кивалов. Рейтинг действующего мэра Труханова продолжает падать. С чем связаны такие предпочтения одесситов? Подробности далее в нашем сюжете. Нынешние местные выборы будут уникальными. Впервые электоральный процесс пройдет в условиях столь жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. Изоляционные мероприятия накладывают определенный отпечаток на психологию избирателя. Вынужденная изоляция, самоизоляция, отсутствие или порой значительное сокращение социальных контактов, они повлияли на психику каждого отдельного человека и гражданина. И психологические исследования показали, что в принципе существует несколько категорий избирателей, которые в той или иной степени готовы осуществить свой выбор. В такой ситуации появляется наиболее благодатная почва для манипуляции общественным мнением путем фейковых социсследований. А их в Одессе уже в избытке. Наблюдая такую картину, представители целого ряда авторитетных вузов Национального университета имени Мечникова, Одесской юрокадемии, Педагогического университета имени Ушинского, Университета внутренних дел совместно с социологами Киевского центра реформ и развития провели исследование предвыборных ожиданий одесситов, а также провели замеры их электоральных симпатий. Среди основных проблем, которые волнуют одесситов, Пальму первенства занимают высокие тарифы на коммуналку. В топ-5 главных раздражителей горожан также входят коррупция, качество медобслуживания, транспортные проблемы и хаотическая застройка города. Одесситы надеются, что новый состав горсовета сможет решить эти вопросы. Что касается политических предпочтений, то сразу четыре партии набирают существенное количество голосов. Это оппозиционная платформа «За жизнь», «Слуга народа», украинская морская партия Сергея Кивалова и «Доверяй делам». Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер. А вот в мэрской гонке четко выделились два лидера. Это Сергей Кивалов и Геннадий Труханов. Причем лидер украинской морской партии обогнал действующего мэра, чей рейтинг продолжает падать. Первое место 25,0% это Кивалов Сергей. Второе место 24,3% это Труханов Геннадий. И вот это вот та двойка, которая явно выделяется своими рейтингами, поскольку третье место у Голубова Дмитрия, его рейтинг составляет 8,0%. Эксперты утверждают, первое место Сергея Кивалова в предвыборной гонке абсолютно логичные и заслуженные. Ведь одесситы, уставшие от деструктива, судят политиков по реальным делам. «Мединститут получает столько денег, в них общежития нету, а в него сколько общежитий. Люди как живут, студенты. Пусть даже платят, но они же не платят за квартиру, а улицу возьмите эту пионерскую, что он с нее сделал». «Поддерживается ли вы украинскую морскую партию Сергея Кивалова?» «Да». «Отстроив с нуля на базе сгоревшего техника МАДВа огромных прекрасных университета, храм святой Татьяны и Сергея Радонежского. Два спортивных комплекса на 4-й станции и на 8-й фонтан. Именно Сергей Кивалов стал для многих одесситов воплощением философии развития, успеха, достижения целей и созидания». «Попередній аналіз тих цифр, які наведені і отримані в результаті проведеного дослідження Київським центром реформ розвитку, говорить про те, що зміни в суспільстві безумовно відбуваються, і зміни відбуваються, на мою думку, досить таки позитивні. Безумовно, знижується вже довіра до популистів, це особливо видно на місцевих виборах. Люди голосують, люди готові голосувати за людей, які вирішують конкретні місцеві проблеми». Эксперты отмечають, що Сергей Кивалов імеє хороший потенціал для дальнішого наращивання електоральної підтримки. В то же время, по прогнозам специалистів, рейтинг действующее мэро продовжит своє падення. Отметим, особливостю проведеного исследовання стало то, що в процесі інтерв'юровання була применена видеофіксация ответів. Соціологи использовали специальну мобильну видеокамеру, которая рассчитана на 6 часів роботи. Накануне соціологи прошли соответствующий тренинг по работе с новейшими устройствами, чтобы избежать проблем во время непосредственной работы. Соціологическое исследование проводилось 16 по 23 сентября методом личного формализованного інтерв'ю «Фейс-ту-фейс». Опрошено 1200 респондентов. Погрешність виборки не превышає 3%. Лідер Украинской морської партии Сергей Кивалов отреагировал на заявление все еще действующего мэра города Геннадия Труханова, которая прозвучала во время заседания исполкома горсовета. За месяц до выборов Геннадий Труханов вдруг вспомнил о народе и о совести. Сначала политтехнологи напомнили Геннадию Леонидовичу, что основной его избиратель – это русскоязычное население, и прогибы перед Киевом надо бы скрасить какой-то громкой акцией. Так родилась мысль, а не закинуть ли нам в народ идею вернуть проспекту Небесной сотни имя маршала Жукова. Этот пиар-ход, а попросту обман избирателей, специально запустили на последней сессии, когда уже ничего сделать нельзя. То есть и народу нравится, и Киев не отругает. Вопрос о том, почему не делали этого раньше, так и остался без ответа. Теперь же Труханов вспомнил о льготниках, заявив, что построенное за частные средства при поддержке Украинской морской партии Международная академическая школа Одесса должна за свой счет учить 11 тысяч детей-льготников, а город не должен принимать в этом никакого участия, потому что под школу была выделена земля. Это говорит мэр, который, имея более 10 миллиардов бюджета, не может организовать бесплатное обучение не то что в частных, а в обычных государственных школах, где с родителей каждый год собирают то на ремонты школы, то на ремонты классов. Я не буду сейчас подробно рассказывать о тех детях льготных категорий, которых мы взяли в школу за счет перераспределения на них средств от небольшого коммерческого набора. Всего 67 человек в этом году. Мы проведем день открытых дверей в школе, и одесситы сами все увидят. Я даже не буду вспоминать, как нам блокировали строительство и о том, что земля под школу, о которой говорит Труханов, до сих пор не отведена. Объяснять это Труханову не имеет смысла, потому что его цель не защита льготников, его цель – земля. Он просто не может пережить, что мы построили школу там, где они планировали казино и очередные уродливые высотки. Попросту говоря, действующий мэр не может пережить, что Одесса получила суперсовременную школу с двумя бассейнами, крытым спортивным комплексом и концерт-холлом, которая веками будет служить городу. Так нужен ли нам такой мэр? Мэр Черноморска с 26-летним стажем градоначальника Валерий Хмельнюк после выборов 25 октября покинет свой пост. Нынешняя каденция для мэра-ветерана – последняя. Об этом городской голова Черноморска написал на своей странице в Фейсбуке. 75-летний Хмельнюк, впервые ставший председателем еще Ильичевского городского совета, в 1994 году вспомнил о своих достижениях за два с половиной десятилетия, подчеркнул, что оставляет город преемнику без долгов, а также извинился перед жителями за нереализованные обещания и нерешенные проблемы. Напомню, Валерий Хмельнюк избирался мэром города шесть раз подряд. Последний раз в 2015 году, еще от блока Петра Порошенко. Судовладелец «Делфи» подал иск в суд за то, что его танкер подняли и эвакуировали в Черноморск. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире на одном из центральных телеканалов. По его словам, владелец препятствовал поднятию танкера по причине политических игр, а за ним стоит тот, кто финансирует оппозицию. Напомню, что работы по поднятию и эвакуации судна силами портовой администрации заняли месяц. Сейчас оно находится в порту Черноморска и ждет утилизации после соответствующего решения суда. Ранее исполнитель отчитывался, что работы обошлись почти в 500 тысяч долларов, а чиновники уверяли, что все расходы, включая экологический ущерб, возместит судовладелец. На проспекте Шевченко открыли обновленное следственное управление областной полиции. Здание реконструировали и оборудовали современной техникой. В честь торжественного события в Одессу прибыли первые полицейские чины. Также они наградили заслуженных сотрудников органов внутренних дел области, квартирами, машинами и другими подарками. Подробности далее. 62 миллиона гривен из городской казны и все готово. Более года длилась реконструкция здания на проспекте Шевченко 8Г. Теперь следственное управление области оснащено согласно всем нормативам. Кроме того, надстроив третий этаж, удалось существенно увеличить общую площадь здания. На знаковые для областного управления полиции события приехали руководители органов внутренних дел. Они вручили опытным одесским правоохранителям ключи от новых квартир. Всего 24 семьи получили новое жилье. Евгений и Виталина – семья полицейских. Много лет отдали службе в органах правопорядка. Глава семьи, к тому же участник АТО. Несмотря на это, семье с ребенком приходилось ютиться в одной квартире с родителями. И вот, наконец, осуществилась долгожданная мечта семьи Рудковских. Служба в полиции – это служба очень тяжкая, которая связана с выполнением завданий, с риском для жизни. Ты, как ты находишься на службе, так и идешь домой, ты все равно остаешься полицейским. Поэтому квартира, когда у тебя есть своя житва. Мы очень рады и счастливы, что Арсен Борисович и руководство национальной полиции в Одесской области оценили долгостроковую суммоленную службу моего человека. И мы, наконец, получили нашу мечту квартиру. Квартиры выданы по правительственной ипотечной программе. Семьи полицейских заплатят за жилье от 30 до 80% стоимости. Сумма выплат по кредиту определяется исходя из коэффициента, который включает данные о составе семьи, выслугу лет и другие показатели. Остальную часть займа, а также проценты по нему погасит национальная полиция. В ходе визита полицейские чины рассказали о подготовке к выборам и уже зафиксированных нарушениях. При каждом областном управлении нацполиции работает ситуационный центр, который их фиксирует и моделирует возможные ситуации. Досведь у нас работы и организации есть предыдущий. В прошлом году мы проводили такие выборы. Есть такие серьезные работы. Я думаю, что в дальнейшем эту работу мы будем только подширивать и удосконаливать. На сегодняшний день 571 сообщение и заявление мы уже приняли. И 65 криминальных проведений уже открыли. Это очень серьезный процесс, очень крикоткий процесс. И я могу сказать, что национальная полиция сделает все возможное, чтобы выборы прошли открыто и честно. Среди самых популярных нарушений – подкуп избирателей, незаконная агитация и массовое изменение места голосования. Кроме того, полицейские традиционно будут дежурить на всех избирательных участках, на которые заступят за несколько дней до дня голосования. Руководители МВД и нацполиции обещают, что будут реагировать на все сообщения о возможных нарушениях законодательства, что позволит качественно и прозрачно организовать избирательный процесс. Константин Гречан и Константин Ещерет, телеканал Репортер. Подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта в круглосуточной аптеке на Академика Королева 33 задержали. Стало известно, что злоумышленник был знаком с погибшей и до августа работал в этой сети аптек. У предполагаемого убийцы были финансовые проблемы, и чтобы лишиться их, он решил ограбить аптеку. По всей видимости, после того, как девушке-фармацевту стало понятно цель непрошенного гостя, она попыталась ему помешать. Подозреваемый 36 раз ударил девушку ножом, открыл сейф и забрал 70 тысяч гривен. Напомню, убийство произошло 23 сентября около 4 утра. Тело, скончавшееся на месте, обнаружило ее сменщица. Она же и сообщила об убийстве в полицию. В ближайшее время подозреваемому должны избрать меру пресечения. Приблизительно в третьей ночи он пришел к аптеке, постукав у двери и показал свое посвящение ревизора. Ничего не подозреваючи, девушка впустила его до аптеки и на его требования отчинила сейф, в котором находились гроши. На пропозицию злоумышленника поделить гроши девушка отмолилась. Это и стало постуком до жесткого убийства. Під час огляду тела судово-медичным экспертам нараховано 36 ножевих поранений. Зібравши гроши, злоумышленник поехал в Геті. Частину выкраденных денег он потратил на погашение кредита, а еще часть у него была вылечена под час затримания в автомобиле. За вказанным фактом, требует досудовое расследование за статтею 115 «Умисное убийство». Злоумышленник очікує на запобіжний захід в ізоляторі тимчасового тримання. 15-летний Никита Пономаренко, который летом спас на море человека, получил звание Герой-спасатель 2020 года. Ученик Одесской школы номер 65 стал одним из десяти смелых украинцев, которые получили почетное звание и ценные подарки из рук президента Владимира Зеленского, а также главы ГСЧС Украины Николая Чечоткина. Напомню, что свой геройский поступок парень проявил 1 августа на пляже в районе Бурлачей балки. Никита увидел в воде мужчину без сознания. Он смог его вытянуть на берег и позвать на помощь. Уже после врачи скорой диагностировали у пострадавшего инсульт. Если бы не своевременная помощь Никиты Пономаренко, мужчина мог бы умереть. Бесплатная диагностика слуха. Одесситы в течение двух дней проверяли слух возле памятника Дюку по адресу Приморская, 7. За 48 часов услугами кабинета на колесах воспользовались пациенты разного возраста. А с самого утра у машины стояло очередь из желающих проверить состояние своих ушей. В планах посетить 31 город по всей стране. Подробнее об инициативе узнавала Татьяна Барумбей. Бесплатно проверить слух. Машина со специальным оборудованием на протяжении двух дней принимает пациентов возле Дюка. Проект «Кабинет на колесах» планирует посетить 31 город Украины. Ну а пока такая возможность есть у одесситов, давайте ее не упустим. Процедура с видом на море. С 10 утра возле кабинета на колесах выстраивается очередь. Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Дистанция между людьми, маски, антисептик. Процедура довольно проста. Главное – выполнять указания специалиста. Люди ничего не говорят, они слушают. Они слушают и нажимают на кнопочку в ответ на сигналы, которые я подаю. Если он слышит, нажимает кнопочку. Не слышит, естественно, не нажимает. В результате получается график, который показывает, есть ли проблема у человека со слухом или нет. Беру ножники, одеваю. Да. Моя задача – вычислить, какой самый тихий звук ты способна услышать. Ага. Слуховую инициативу начала общественная организация «Витчуй», чтобы позаботиться о здоровом будущем нашей страны. Кабинет на колесах должен посетить 31 город Украины. Уже завтра команда выезжает на новую локацию. Есть сайт. Вот «Витчуй.орг». Заходите на сайт, и там есть карта. Там будет написано место пребывания, время работы, весь график, ну и города. Людей много, ну и разные люди. От маленьких до старшего поколения. Много переживают некоторые. Много кто вообще не проверял слух. Врачи уверяют, что в 60% случаев можно спасти слух от полной потери, если успеть с диагнозом. Поэтому своевременное тестирование может сохранить ваш слух в современном мире чрезмерного шума. Татьяна Бурумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Впервые за пять лет в Киеве будет возведена новая церковь. Строительство студенческого храма в честь покровителя всех учащихся Сергия Радонежского на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии благословил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Также блаженнейший вместе с президентом вуза Сергеем Киваловым поприветствовали более тысячи первокурсников, которые впервые переступили порог этого учреждения высшего образования. За историческим событием наблюдала наша съемочная группа. В Киевском институте интеллектуальной собственности и права национального университета Одесская юридическая академия состоялся праздник, приуроченный к началу учебного года и посвящению первокурсников в студенты. Благословил весь коллектив университета на новый учебный год митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Благословил весь коллектив университет на новый учебный год митрополит Киевский. Я благодарен студентам, я благодарен родителям, которые избрали именно наше высшее учебное заведение. Я благодарен вам всем, что вы сегодня стоите здесь у нас на территории нашего высшего учебного заведения. Я знаю, что здесь находятся и студенты из Ивано-Франковской, из Тернополя, из Львова, из Киева, изо всех уголков нашей страны. Это здорово, что мы сегодня собрались здесь вместе. Ваше блаженство, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы находитесь сегодня с нами, со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, с гостями. И для нас это настоящий праздник. Спасибо вам большое за ваш приход сюда. Сегодня день, когда начинается учебное 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 заведение в Институте интеллектуальной власти и права Одесской юридической академии. Это великий день для многих студентов, которые впервые вступили в это подверье, в это помещение, которые для них станут на какой-то период домом. Традиционно президент университета отметил высокие достижения студентов и вручил им символический студенческий билет. Этот год, несмотря на все трудности, связанные с пандемией и экономическим кризисом, для Киевского института интеллектуальной собственности и права особенный. Учебное заведение пополнило больше тысячи студентов. Рекордное количество за все годы существования института. И это при том, что у молодежи был выбор. Верят в Институт интеллектуальной собственности и права, потому что принесли документы и были зачислены, а у каждого абитуриента была возможность поступить в 5-6 высших учебных заведений. Но самое важное, лучшие, те, которые учились на отлично, те, которые проявили хорошие знания во время учебы в школе, они выбрали именно наше высшее учебное заведение. Я горжусь тем, что мы создали в Киеве такой прекрасный вуз. Митрополит Ануфрий своими глазами увидел современное учебное заведение, которое готовит квалифицированных защитников интеллектуальной собственности. Сегодня много есть учебных заведений, вузов, средних учебных заведений. Ну, очень мало, не много. Тех, которые пытаются объединить вот эту науку с духовностью. Это очень большое, вы очень правильно сказали, потому что наука – это меч, который, если даст человеку, образованному человеку в руке этот меч, он принесет им пользу. Если дать человеку, ну, не мудрому, не знающий духовных, азов, начал, этот меч может быть использован. Он может себя поранить этим мечом и может другим принести вред этим мечом. Поэтому очень правильно, очень приятно, что вы стараетесь это все объединять вместе. Я думаю, что от этого пользу получат не только вот этот ваш институт, я думаю, что от этого пользу получат и городки, и вся наша Украина. Будет порезано, потому что их будут такие специалисты, такие профессионалы, которые будут понимать, что такое жизнь человека, и ее цели, и ее намерения в жизни. Мы хотим, чтобы студенты и будущие специалисты, не только они были профессионалами, но они, чтобы и духовно обогащены были, потому что духовность и образование на протяжении веков всегда было вместе. Духовность и образование – это неразделимые части. После пяти лет тишины впервые за долгое время в Киеве будет построен новый храм. В один из самых главных православных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы вместе с блаженнейшим митрополитом Сергей Кивалов заложил камень под строительство храма Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права. Также был проведен молебен освящения места строительства, а после блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий прочитал проповедь. «Новое дерево, если мы сажаем на земле, то мы делаем красную землю и делаем ее користь. И так храм – это место, в котором люди духовно 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 добрыми, которые становятся добрыми, умеют прощать, умеют любить, умеют виправлять себя. И это место, храм, для этого учебного заклада – это святылище, где человек будет себя очищать от наших слабостей, немощей людских и будет укрепляться Божьей силой и идти вперед с наукою в одной Руси, а с Богом в другой Руси. Это не последний храм, который Сергей Васильевич побудует. Это мы дякуем Сергею Васильевичу за то, что он понимает то, что может сделать человеку сильную, красивую. И он делает это для всего. Не поруч с тем, что он виховывает фаховцев таких для земного життя, он еще виховывает домогромадян для своей страны, для Украины. И добрых людей, которые просто будут добрыми для всего света. Я не думаю, что это такое красивое помещение, и в середине, и снаружи. И так, ну, это, конечно, талант Сергея Васильевича. Это человек, который уже имеет опыт в этом, и он продолжает творить. Неприятно. Знаете, такие люди, если есть в нашей Украине, то она будет добрая Украина и будет иметь светлый в будущем. Для нас это большая честь. Сегодня лично блаженнейший митрополит Киевский, вся Украина Ануфрий побывал у нас на празднике. И самое важное, что он осветил строительство храма Сергия Радонежского. Наверное, это очень важно, потому что именно Сергий Радонежский является покровителем всех учащихся. И для нас это событие, которое войдет в летопись на многие-многие десятилетия. Ваше блаженство благодарны мы все. Примите самые искренние поздравления вам с этим событием. И с вашего благословения сегодня мы имеем цель, чтобы через несколько лет мы построили этот храм и благословить именно на этом. Это правда событие для всех, не только студентов Национального университета и юридической академии. Это событие для всей Украины. Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений учебных заведений, которые были созданы по инициативе Сергея Кивалова. Доказательство тому – возведение почти 15 лет назад первой в Украине студенческой церкви святой мученицы Татьяны в Одессе. А также открытие в этом году Международной академической школы Одесса, в основе которой два храма – в честь преподобного Сергея Радонежского и Иоанна Богослова. Приглашенные на праздник в Киевском институте отметили вклад в духовное развитие будущих поколений. Духовность – это всегда хорошо. И я знаю, что Сергей Васильевич очень многое сделает для духовности в Одессе. И сегодняшнее событие – это тоже поддержка, это развитие, это моральность. И это всегда очень полезно. Сергей Васильевич Кивалов имеет достаточный опыт в строительстве не только учебных заведений, но и храмов. Ну а основой к тому служит, что образование и наука без духовности, наверное, значит мало. Киевский институт интеллектуальной собственности и права – это высшее учебное заведение европейского типа, которому присущи высокий уровень образования, применение современных технологий в организации учебного процесса, использование положительного инновационного опыта ведущих зарубежных вузов, модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий жизни студентов. Вуз имеет лицензию и сертификат на право осуществления образовательной деятельности по высшему четвертому уровню аккредитации. Именно с этого года Институт интеллектуальной собственности и права становится самостоятельным высшим учебным заведением. Вы знаете, Украина вступила во Всемирную организацию торговли, а специалистов в этой сфере, в сфере интеллектуальной собственности, никто не готовит. И никто не взялся за это непростое дело. То есть мы, начиная с первого курса, начиная с бакалавра, готовим специалистов, помимо права, готовим специалистов еще в области интеллектуальной собственности. У нас хорошая школа есть, у нас хорошие преподаватели есть. Есть первая кафедра, которая появилась вообще в целом в Украине, это кафедра интеллектуальной собственности в Национальном университете юридической академии. На основании вот этой кафедры мы создали целый институт интеллектуальной собственности. И, вы знаете, мы оказались правы. И сегодня мы готовим таких специалистов, и такие специалисты, самое главное, нужны, и такие специалисты будут работать и будут трудиться на благо нашей страны. Столичный институт – образовательное учреждение с современной инфраструктурой, с уникальной материально-технической базой. В ближайшее время на территории учебного заведения появится еще одно комфортабельное студенческое общежитие. Кроме того, столица получит спортивный комплекс нового образца с применением инновационных технологий. Для подготовки качественных специалистов в области защиты интеллектуальной собственности и права здесь есть все. Квалифицированные преподаватели готовы всегда делиться опытом и знаниями. Я действительно очень рад за коллектив Одесской Академии. Я считаю, что в том, что она динамично развивается, это колоссальный вклад ее президента Сергея Васильевича Кивалова. И считаю, что вот его энергия, настойчивость, вот, прямо сказать, горение вот этим делом, это вот привело к тому, что Академия развивается и у нее все хорошо, в отличие, к сожалению, от многих вузов. Вообще, Одесская Академия, наверное, пример, потому что там и аудитории, и здания, и методические все пособия, все, что нужно для нормального процесса, наверное, является примером для всей страны. А в Киеве, вот я сегодня первый раз увидел это здание, смотрю, насколько оно монументально, насколько оно красиво. И вот, когда студент приходит сюда, наверное, это понятие «альма-матери», вот оно, наверное, вот это оно. Я давно знаю Сергея Васильевича, знаю, насколько он энергичный, насколько он увлекающийся, насколько он правильный человек, заботящийся о детях, дающий им путевку в жизнь, старающийся. И поэтому я считаю, что вклад неоценим, поскольку если бы не было его как локомотив, то всего этого, конечно, бы не было. Сергея Васильевича даже уже, наверное, и нет смысла как-то оценивать отдельно, потому что он уже занял совершенно самостоятельное, отдельное место в истории. И в очень непростые в экономическом плане годы находил возможность развивать науку, образование, создавать прекрасные учебные заведения, улучшать их материально-техническую базу. Но и свидетельство тому, что больше и больше студентов выбирают его учебные заведения. Первокурсников столичного учебного заведения ждет интересное, по-своему трудное, но незабываемое время. Студенческая практика и гарантированное трудоустройство, увлекательный досуг и всестороннее развитие. Будущее Украины воспитывается в стенах Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Для трех тысяч первокурсников Национального университета Одесская юридическая академия начался новый учебный год. В связи с пандемией коронавируса в этом году праздничная линейка прошла в непривычном формате. Среди присутствующих были только родители студентов, но атмосфера праздника была сохранена. Подробности в сюжете моих коллег. Теперь уже официально. В Национальном университете Одесская юридическая академия начался новый учебный год. В торжественном мероприятии при уроченном посвящении студенты приняли участие около трех тысяч первокурсников. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году. Для Одесской юрокадемии это уже традиционно. С каждым годом вуз бьет свои предыдущие рекорды по набору. Президент академии Сергей Кивалов заверил новоиспеченных студентов, что они сделали правильный выбор. Чтобы в каждой семье был мир, любовь, благополучие, здоровье. И пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! Первокурсники, в свою очередь, обратились со словами благодарности, а президент вуза торжественно вручил молодым людям студенческий билет. Прошлый учебный год выдался непростым из-за эпидемиологической ситуации, но университет справился. В этом году набор первокурсников на 20% больше, чем в прошлом году. Казалось бы, коронавирус, есть определенные проблемы, и возникали они. Но, видите, дети, выпускники школ, родители этих выпускников, они доверяют Одесской правовой школе. И сегодня мы почти взяли тот рекордный набор, который у нас был 15 лет назад. И очень важно, что выпускники школ, молодые люди не едут за границу учиться. Вы знаете, нас это, честно говоря, очень радует, что они остаются здесь и получают хорошее образование. Сотрудники и выпускники достойно представляют Одесскую школу права и родной вуз в Верховном суде, Конституционном суде, Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, Государственном бюро расследований, Национальная ассоциация адвокатов Украины, а также других судебных правоохранительных органов, органах юстиции. Поздравил будущих коллег глава 5-го апелляционного суда Александр Джабурия. Сотрудничество с Академией, конечно, в лице ее руководителя Сергея Васильевича Киалова, как я уже сказал, достаточно давно у нас. История так сложилась, что фактически все строится на персоналиях. Персоналия Сергея Васильевича – это глыба юриспруденции. Его уважают жители нашего города, его уважает Украина. Он почетный гражданин города Одессы. И этим сказано многое. Конечно, лучшего лидера юриспруденции, наверное, найти сложно. Я имею в виду в масштабах преподавания. Выбор первокурсников полностью осознанный. Он формировался не один год. Выпускники школы узнавали про университет из рекомендаций друзей или СМИ. Приезжали на Дни открытых дверей. И вот их мечта сбылась. Более 90% студентов приехали в Одессу из других городов – Ивано-Франковска, Тернополя, Харькова. И даже из Киева, чтобы получать высшее образование именно в Национальном университете Одесская юридическая академия. Я имею в виду в том, что Национальный университет Одесская юридическая академия готует квалифицированных профессионалов своєї справи, справедливых адвокатов, юристов, иногда даже дипломатов в международной, государственной и святовой сфере. И именно поэтому я понял, что амбиций, которые тут можно реализовать, и те знания, которые тут можно отримать, дают потужный поштовх для навчания и подальшего развития. Национальный университет Одесская юридическая академия является лучшим в нашей стране и в нашем регионе действительно. Сегодня я выбрала для себя международные правовые отношения, факультет права. Я хочу развиваться в этой отрасли. Мне кажется, что за юристами будущее нашей страны. Я считаю, что Национальная юридическая академия – это один из лучших вузов вообще в принципе в нашей стране, который даёт очень хорошую базу знаний и огромную практику. Почему журналистика? Мне очень интересна эта профессия, так как это очень творческая и активная сфера жизни. Одесская юридическая академия является гарантом, я думаю, не только в моей семье, как гарант хорошего образования. Я думаю, все одесситы знают про то, что Детская юридическая академия – это университет, который даёт хорошее знание, хорошую базу. Я выбрал этот университет и этот факультет прокурора и следствия, во-первых, потому что это престижный университет и он даёт множество возможностей в дальнейшей карьере. Это самый грамотный университет, который даст нам очень хорошую базу знаний для того, чтобы уметь защищать права людей. В ходе торжественного мероприятия талантливые студенты продемонстрировали свои вокальные таланты, а преподаватели, в свою очередь, исполнили университетский гимн. И мы тебя не подведём, спецы мы высший класс, в житейском море вечный бриз и не штормо в судьбе. Юрист и в Африке юрист, благодаря тебе. Виват Академия, виват Профессорес. Одесская юракадемия осуществляет подготовку специалистов не только в области права, но также и политологии, социологии, журналистики, филологии, а также в сфере IT-технологий. В Одесской юридической академии находятся самые лучшие условия для изучения науки. Как по мне, здесь находятся самые лучшие условия, которые возможны вообще. Преподаватели достаточно интересно всё объясняют и достаточно подробно. Если что не понимаешь, то можно всегда спросить в любое время. В Национальном университете Одесская юридическая академия есть все условия не только для творческих студентов, но и для спортсменов. На торжественной линейке им отведена почётная роль – поднятие государственного флага страны, города и университета. Университет от других очень сильно отличается. У нас проводится множество крутых соревнований, много крутых тренировок и созданы очень классные условия для развития в спорте и в любом творчестве. У нас есть и залы борьбы, есть много классных площадок на улице, есть футбольные поля, есть тренажёрки. Первый звонок дал знать студентам, что начался новый этап в их жизни, что они теперь не школьники. Настало время для решения новых задач и реализации идей. Постоянное усовершенствование материально-технической базы университета является неотъемлемой частью Одесской юридической академии. И студенты-первокурсники в этом убедятся. И на этом наш выпуск завершён. Спасибо, что остаётесь с репортером. И до встречи ровно через неделю.